МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии празднования 20-летия столицы города Астана, а также в рамках программы главы государства «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания» в Павлодаре прошел дизайн-конкурс «Традиции и современность» среди студентов и мастеров технического и профессионального образования. На суд коллегии жюри были представлены тематические инсталляции, представляющие собой пространственную композицию, созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое. Мы выступили на работе 11 организаций технического и профессионального образования. Здесь можно увидеть модели технического характера, то есть у сварщиков, например, электромонтеров, и выстроенные работы даже, например, педагогического колледжа. Лицезреть данную выставку посчастливилось школьникам, которые высоко оценили работы студентов. К слову, с учащимися школ была проведена профориентационная работа. Организаторы уверены, что такой диалог поможет поднять имидж рабочих профессий и привлечь молодежь. Один из экспонатов, который невозможно не заметить даже издалека, является эта полутораметровая дамбра. Ее придумал и соорудил студент гурно-технического колледжа города Экибастус Равиль Алшимбаев. Студент признается, что свое творение он готов подарить городу, и ему совсем не жалко. Я выполнил чертежи вместе с группой. Одногруппники мне помогали выполнять, и мы ее представили колледжу как дипломную работу. Сделана она полностью из металла, тонколистового. Выполнялась она... С января начали сделаться чертежи, и с апреля уже выполнялась сборка. Где я пришла, сначала думал, какую сделать творческую работу на дипломную работу, и в голову пришла дамбра. Еще один экспонат конкурса, мимо которого невозможно было пройти, не сфотографировавшись. Проект «Цветок жизни». Ее творец Никита Иноземцев. На изготовление декоративной розы таких размеров он потратил 4 дня. Этот проект я придумал в честь 20-летия города Астаны. В этом проекте я показал то, что из любого металла можно создать декоративное изделие. Люди думают, что металл – это просто такой материал, из которого можно сделать всякие просто полезные вещи. Но редко кто задумывается о том, что из металла можно создать декоративные вещи. То есть красивые вещи, которые можно поставить на улице, дома, на аллеях. То есть везде практически. Кроме того, учащиеся данного колледжа представили концепт дома с функцией экономии электроэнергии, а также макет полноразмерных роз, выполненных из металла. Тем временем учащиеся педагогического колледжа имени Бейсена Ахметова представили на суд жюри «Байтирек», древо желаний, а также прототип комплекса, где проходила всемирная выставка «Экспо-2017». Красивый и практичный светильник изготовил Александр Тугаев из «Экибастуза». Главное достоинство изобретения – это то, что он работает на солнечной батарее. Александр считает, что его работа может отлично вписаться в любой интерьер. Кроме того, автор не отрицает того, что в будущем планирует открыть бизнес и запустить бесперебойное производство подобных конструкций. С самой конструкции установлена лампочка, которая разбирается с… ну и стоит солнечная панель. То бишь, энергию она берет от солнца, конечно же, и очень хорошо светит. Наверное, я над этим думал, ну, дня три, а реализация самого проекта была 22 дня. То бишь, найти материал, потом отшлифовать, ну, и другие процессы, нарезку трубы, разогрев арматуру, чтобы можно было вокруг конструкции ее ввести. Потом надо было заморочиться, надо открывать им крышки, чтобы было практично вставлять лампочку. Между тем, смекалки юных изобретателей могут позавидовать взрослые конструкторы. Студенты колледжа Булапек Томаша создал универсальный стул для старых и пожилых людей. Практичность изобретения не вызывает сомнений. К слову о погоде, стул, трость, зонт одинаково применим как в дождь, так и в жару. На конкурсе представлена моя работа. Это изобретение состоит из трех других, которые предназначены для нашего старшего поколения. Дедушек и бабушек. Первое — это стул. Вы можете его видеть сейчас. Легким движением руки он превращается в трость. Это уже два. Также в нем есть зонт. Это три. Для удобства и передвижения в ночное время суток там есть светодиодный фонарь. В будущем планирую создать еще больше конструкций, которые будут помогать людям. Самая большая работа областного дизайн-конкурса — это выставочная телега, выполненная из металла и украшенная цветами. Она лаконично вписалась в экстерьер выставки. Выполненная работа студентами второго курса, сварщиками, телега для декоративной подставки цветов. Это еще, к тому же, у нас подарок городу. Роскошный павлин, изготовленный мастерами и студентами Павлодарского колледжа цветной металлургии, стал примером оживления металла. Рядом с ним расположился газетный столик. Оригинальный дизайн заслуга его творца. Отметим, что эти работы выполнены из вторсырья. Это в очередной раз подчеркивает мастерство их авторов. Столик — это тоже сварочная работа. Собрали материал, который также не нужен в производстве. Уже обрезки болтов, какие-то гайки, ключи, которые слесари, к примеру, вытачивали, но, может быть, где-то не подошли, бракованный материал. Это все сваривалось с определенной технологией. В своих прототипах представители данного учебного заведения затронули одну из самых глобальных тем. Это парковка автомобилей. Они сделали макет парковки по типу колеса, который в реальном размере мог бы облегчить ситуацию во дворах и близ торговых центров. На душу вкладывали в эту парковку, так как знаем мы, не понаслышке, я лично был в столице, машин очень много, машины выставляют вокруг домов, жилых. Парковки такие, они просто необходимы. Если вам бы предложили в большом, в реальном размере изготовить данную парковку, смогли бы вы их? Конечно. Ресурса хватает, специалистов. Рассчитать это все можем. У нас хороший парк оборудования для этого. Думаю, взялись бы. В завершении встречи коллегия жюри отобрала работы, которые украсят парки и скверы областного центра. Между тем организаторы надеются, что отдельные работы смогут покорить всех и стать экспонатом в одном из парков столицы. Мы находимся на площади близ Дворца Школьников. И, как говорится, дело мастера боится. Это выражение знакомо героям нашего сюжета не понаслышке. Сейчас они лишь на начальном этапе своего трудового пути. А впереди их ждут большие конкурсы, а также большие победы. Ренат Абдул-Каюмов, Юрий Белевский, Ертес Ахпарат.